Буду очень благодарна, если перед просмотром включите любой VPN. Таким образом, вы очень поддержите меня и мой канал. Огромное спасибо и приятного просмотра. Напротив моего дома расположена очень старая детская площадка. Несмотря на то, что все качели ржавые и скрипят, они все равно пользуются спросом. Большинство взрослых, особенно старики, ненавидят их за этот скрип. В тот день мы гуляли с подругами втроем. Проходя мимо площадки, побежали на качели. Мы с Викой успели занять места, а Сара нет, поэтому она просто встала рядом. Девочки, может не стоит качаться, а то снова ругаться буду, сказала Сара. Пусть ругаются, имеем право, ответила Вика. Сар, правда, хватит занудствовать, сказала я. Давайте лучше поговорим о моем завтрашнем дне рождения, сказала Вика. Вы помните, завтра собираемся у меня в два часа. Папа купил огромный торт, только жалко его самого завтра не будет. Как мама не стала, он постоянно проводит все время на работе. Поэтому не опаздывайте, а то у меня испортится настроение. Я пообещала, что мы придем вовремя. Очень жалко Вику, видно, как ей не хватает мамы. В этот момент мы заметили, как к нам приближается старушка. Мы видели ярость на ее лице. Сейчас что-то будет, подумала я. Как вы достали тут скрипеть, валите отсюда. Пойдемте, девочки, сказала Сара. Не ваше дело, крикнула Вика. Чтоб вы, соплячки, свернули шеи в свои никчемные дни рождения, крикнула ужасные вещи старуха. Вали отсюда, старая корга, крикнула Вика. Вика у нас достаточно вспыльчивая девочка, за что я ее и люблю. Старуха замахнулась на нее своей палкой. Вика успела увернуться. Вдруг подъехала машина, и из нее выбежал дядя Илья, Викин отец. Только посмей тронуть мою дочь, грозно сказал он. Посмею. После чего бабка снова замахнулась на Вику. Благо дядя Илья успел схватить трость и прогнал эту мерзкую старуху. Вика, старшим грубить нельзя, даже если они неправы, сказал дядя Илья. Но пап, а как такое хамство, возможность терпеть? Я считаю, что если мне хамят, я могу отвечать тем же. Дочь, а если бы меня не оказалось рядом, и она бы тебя ударила? Твой предстоящий день рождения был бы испорчен. Все, больше так не делай, слезай с качелей и пойдем домой ужинать. Хорошо, пап. Все, девочки, до завтра. Мы попрощались с ними. Я пригласила Сару занять место на качелях. Я, наверное, лучше пойду домой. Нет настроения подходить к этим качелям. Тем более, уроки надо успеть сделать. В общем, давай, до завтра. Я попрощалась с Сарой, покачавшись пару минут, решила тоже пойти домой. Зайдя в подъезд, расстроилась, что лифт не работает. Пришлось идти пешком на седьмой этаж. Дома я запаковала подарок, посмотрела сериал и легла спать. Утром проснулась с отличным настроением. Все дела сделаны. Сегодня у Вики день рождения. Можно будет остаться у нее с ночевкой. Одевшись, умывшись, пошла на кухню. На столе меня ждал завтрак, который оставила мама. Завтраком я не наелась. Но ничего, вкусный торт, приятнее есть голодный. С Сарой договорились встретиться в час тридцать. А затем вместе пойти к Вике. Как же мучительно тянулось время. Даже на уроках оно быстрее идет. Вот наконец наступило время выходить из дома. Лифт до сих пор не работал. Но сегодня меня это не расстроило. Я бы все равно на нем не поехала. А то однажды, когда застряла, лифтер ехал шесть часов. А вкусным тортиком рискует только глупец. Встретившись с Сарой, мы направились к Вике. Дверь в ее подъезд была открыта. Кто-то таскал мебель. Скорее всего, кто-то снова переезжает с нашего района. Поднявшись наверх, мы позвонили в дверь подруге. Но никто не открывал. Она издевается над нами, сказала я. Походу, ответила Сара. Но раз никто не открывает, пойдем домой, Даш. Пойдем. Мы разыграли сценку, но дверь все равно не открылась. Точно знает, что мы шутим. Надоели ее шутки, сказала Сара. Да ладно, весело. Я подошла к двери и дернула ручку. Дверь открылась. Вот видишь, надо проявить смекалку. Вика. Ответа снова не последовало. Спряталась, наверное, предположила Сара. Это точно, ответила я. Ладно, пойдем искать. Пойдем. Мы уверенно зашли в комнату, там было пусто. Ладно, давай разделимся, предложила я. Давай, сказала Сара и пошла на кухню. Я стала смотреть под кроватью и в шкафах. А затем услышала душераздирающий крик Сары. Затем плач. Мне стало страшно, я побежала к ней. Но она, не замечая меня, выскочила из квартиры, став звать на помощь на весь подъезд. Я не пошла на кухню, а побежала за Сарой. Она стояла на лестничной площадке. Сара, что случилось? Но ответа не было, только истерический плач. Дверь соседней квартиры открылась, из нее вышел крупный мужчина. Девчонки, что у вас случилось? Затем открылась другая дверь, вышла женщина. Я ответила, что не знаю. Сара сквозь слезы показала пальцем на открытую дверь в квартиру Вики. Мужчина отправился туда, а женщина пыталась успокоить Сару. Через минуту мужчина вышел из квартиры, подошел к женщине и что-то шепнул. Велел нам оставаться на месте, а сам пошел звонить в скорую и полицию. «Скажите, пожалуйста, что с Викой?» – спросила я. «Она… она заболела сильно», – сказала женщина. «О чем вы говорите? Она не заболела, она мертва. У нее голова перевернута на 360 градусов, с таким не живут». В истерике кричала Сара и продолжала рыдать. А меня охватил ступор. Осознание, что Вики больше нет, приходило очень медленно, но с каждой секундой мои чувства усиливались. Сначала у меня потекли слезы, затем я вцепилась в Сару и тоже стала рыдать. Когда приехала полиция, нас забрали на допрос и вызвали наших родителей в отдел. Через пару часов нас отпустили. Выходя из отдела полиции, на улице мы увидели дядю Илью, он был подавлен. Меня охватил страх, а вдруг он подумает на нас. «Это не мы, дядя Илья!» – сказала я. Сара снова расплакалась от волнения. «Я знаю, девочки, вы не могли. Идите домой, отдыхайте». Наши родители постарались его поддержать, но в такой ситуации помочь практически невозможно. Тут поможет только время. Придя домой и зайдя в свою комнату, я стала думать, как такое могло случиться. Очень быстро вспомнилась старуха, которая хотела ударить Вику. Она как раз желала нам свернуть шеи в свой день рождения. Блин, почему мы про нее не рассказали в полиции? Но как она могла сломать шею Вике? Может, она ведьма и прокляла нас, и теперь нас ждет то же самое? Я побежала к родителям и рассказала им про старуху. Они сказали, чтобы я не нервничала, что завтра они все передадут следователю. На следующий день я обзвонила всех знакомых и рассказала им про злую бабку. Слухи быстро стали распространяться, полиция ей тоже заинтересовалась. Теперь жить можно спокойнее, но без Вики было очень тоскливо. С Сарой мы продолжали гулять практически каждый день, но это уже было не то. С Викой было интереснее. Из-за произошедшего Сара стала еще сильнее всего бояться, и рано уходила домой. Любимые скрипучие качели тоже пустовали. Многие стали бояться проклятия ведьмы. Каждый день стал однообразным, как же не хватало Вики. Однажды вечером раздался звонок, я взяла трубку. Это была Сара. Ты помнишь, какой завтра день? Я стала вспоминать, тут меня осенило. Конечно помню, твой день рождения. Правильно, встретим его вдвоем, сказала она. Сразу нахлынули старые воспоминания, но я не стала этого показывать. Конечно приду, встречаемся у тебя? Спросила я. Нет, родители дали денежку, мы завтра пойдем в кафе. Это меня обрадовало, идти снова к подруге домой на день рождения страшно, а в кафе вряд ли что-то может случиться. В тот день я проснулась поздно, первым делом пошла на кухню, там сидели родители. Мам, ты почему не разбудила меня сегодня? Я же к Саре могу опоздать. У родителей были какие-то печальные лица, меня это не на шутку встревожило. Дочь, нам надо с тобой поговорить, сказал папа, а мама в этот момент заплакала и вышла из комнаты. Пап, что случилось? Было видно, что ему сложно говорить. Присядь, пожалуйста. Я присела. Тут такое дело, как бы тебе сказать, Сары больше нет. Как? Как нет? Она упала со ступенек и сломала себе шею. Ужас охватил меня, голова закружилась, я начала терять сознание. Папа сразу привел меня в чувство, облил холодной водой. Придя в себя, я сказала, что это проклятие ведьмы и я тоже умру в свой день рождения. Не говори глупости, дочка, в твой день рождения будем охранять тебя как президента. Честно, его слова меня не очень успокоили. В голове кружилась только одна мысль, все повторилось, следующее я. Через неделю мне захотелось найти эту бабку и попросить, чтобы она это прекратила. К сожалению, ее тогда не посадили. Теперь она стала у нас на районе главной гадалкой. Каждый пятый стал относить ей деньги. Увидев ее на улице, я ее не сразу узнала. Она была одета во все дорогое, на руках были золотые браслеты. Я не уверенно подошла к ней и поздоровалась, но она не ответила, а лишь кинула на меня презренный взгляд. Умоляю вас, снимите с меня свое проклятие. А, вспомнила тебя, глупая девочка. Что, уже не весело? Нет, умоляю, прекратите это. На улице стали собираться люди. Она из-за нас стала популярной, поэтому должна простить. Хрен тебе. Вот подруг своих позовешь просить прощения, тогда прощу. Они мертвы, как я могу их позвать? Вот когда их позовешь, прощу. Она ушла. Вот карга злопамятная. Я побежала домой и рассказала родителям. Они пообещали разобраться с этим. Через день они зашли ко мне в комнату и сказали, что отдали ей почти все наши деньги. И она пообещала, что больше беспокоить не будет. У меня стали наворачиваться слезы, но родители успокоили меня, сказав, что я их главное сокровище. Шло время, мне было безумно плохо и скучно без подруг. Воспоминания о том, как раньше было весело, терзали душ. Они часто снились мне, и я просыпалась с паршивым настроением. Вот наступил мой день рождения. Родители в этот день остались со мной. Мама накрыла на стол и приготовила торт. Вдруг раздался звонок в дверь. Мама подошла к двери и посмотрела в глазок. Она сказала мне открыть, и чтобы я пригласила его к нам за стол. Открыв дверь, я увидела дядю Илью и улыбнулась. Но на его лице не было радости. Дашенька, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу подарить тебе особый подарок. Спасибо, дядя Илья, проходите к нам. А что за подарок? Ты помнишь Вику? Да, конечно, она моя лучшая подруга. А ту злобную бабку? Задавал странные вопросы дядя Илья. Тоже помню. А Сару? Дядя Илья, что за вопросы? Когда умерла моя жена, мама Вики, я решил, что для меня эта жизнь закончена. Но я жил только ради нее, ради своей дочери, Вики. А однажды, в тот день, когда злобная старуха замахнулась на нее, меня осенило. Вика так скучала по своей матери. Она мучилась. Я захотел избавить ее от этих мучений. Наша мама в лучшем мире, и я решил, что нам нужно к ней. Сперва я отправил к ней Викульку, а затем хотел себя. Но понял, что моя дочь не будет счастлива без своих подруг. Я подарил этот подарок Саре. Теперь она там, веселиться вместе с моей Викой. А теперь твоя очередь принять этот подарок. Ты же хочешь к своим подружкам. Вы больной? Закричала я. Безумие. Он пошел на меня. Его взгляд был безразличным и равнодушным. Поверь, я ведь для тебя стараюсь. Он потянул ко мне свои руки. Вдруг на него набросился мой папа, но дядя Илья его быстро повалил и стал душить. Я кричала и била дядю Илью, затем врезала ему с ноги по носу. Пошла кровь. Прибежала мама и тоже закричала. Папа проигрывал, ведь он, в отличие от дяди Ильи, не занимался единоборствами. Я побежала на кухню и взяла самый большой нож. Папа уже задыхался. Я схватила нож двумя руками, вознесла его вверх, закрыла глаза и со всей силы ударила дядю Илью в спину. Его хват ослабел. Он отпустил папу и стал задыхаться. Папа быстро пришел в себя и скрутил его. Мама была в шоке от всего произошедшего, но вызвала скорую и полицию. Сумасшедший дядя Илья выжил, жизненно важные органы не были задеты. Ему сделали операцию, он отлежался в больнице, а затем признали невменяемым и отправили на длительное принудительное лечение. Папа благодарен мне и говорит, что я спасла ему жизнь. Мы продолжаем жить в этой квартире и в этом районе, но я бы очень хотела переехать. Меня до ужаса бесит этот момент, что почти все свои деньги родители отнесли этой старой шарлатанке. Но я обязательно что-нибудь придумаю и заберу их у нее.